Хочется вместе с вами сказать слава Богу, что мы на этом месте, что Бог даровал нам возможность быть в Доме Господнем. Это очень большая привилегия быть в Доме. И со слов моих родителей, не всегда так было, что люди могли собраться так в тишине и спокойствии. И взирая на внешнешнее время, мы живем в спокойное, благоприятное время. И надо пользоваться этим моментом, чтобы быть в служении, чтобы быть на молитвах, чтобы быть еще в каких-то сферах служения, быть задействованным. Ибо это лучшее время. Я это по себе говорю. И мне это очень нравится, быть в служении, конечно, стоять за этим святом месте, я первый раз, и для меня это волнительно. Как в Библии говорится, возрадовало сердце мое, чтобы сказали, пойдем в Дом Господень. Но меня не только возрадовалось, но и встревожилось было, мне надо стоять на этом месте. Ну, пусть Господь благословит. Я немножко расскажу о себе, кто я такой, и расскажу о своей жизни немножко из Слова Божьего. Это как бы проповедь, свидетельство вам так называть. Родился я в христианской семье, в третьем поколении верующих. Я сам Испеткович, может кто знает, фамилия моя Костюкевич, зовут меня Виталий. Родился в 75-76 году. И на протяжении всей своей жизни я видел своих родителей, как они трудятся, как они, как Бог их берется в удел. И мне это очень нравилось, очень. И, конечно, в деревне нас было очень мало верующих, верующих детей, которые посещали школы, ходили, помню, в 5-6 класс только, я еще один. И все нас доставляли в пионеры вступать. Ну, как-то меня не уговорили, я не вступил в пионеры, говорили, мы с тебя выбьем эту веру, и ты все равно примешь. Я сказал, никогда у вас этого не получится. Говорили, Бога нет, я говорил им, нет, Бог есть. Говорили, замолчи. Ну, слава Богу, Бог на нашей стороне. И вот так вот жил до 17 лет. Потом как-то меня влекло в деревню, как-то молодежи не было. Как-то поехал на спасение, познакомился с друзьями, было много общения, много знакомств. Андрей Мазура такой был, как, может, кто знает, мой лучший друг. Сейчас уехал в Штаты, ну, и там мы с ним общались, молились, вспоминали. Это очень интересное время. Я помню, группа у нас была, молодежи, и в октябрь приезжал Стивен Хилл, если не ошибаюсь. Да, и это было очень интересное время. И вот мы собирались, у нас там группа людей, молодежи, человек, может, 10. И мы все как-то ревновали о Духе Святом, чтобы получить крещение Духом Святым. Ну, как-то ходили на молитву в то время, это было 90, может, 3-й, 4-й год. Вот тогда как-то на спасение молились, многие получали крещение Духом Святым. И все мои, с кем я дружил, все получили. Один я не получил. Я так сильно переживал за это, меня волновало, и все говорили, ты же сын верующих родителей, ты должен в первую очередь получить. А у меня как-то все, ну, как-то не хватало веры. Я молился, просил, и ни раз, и ни два за меня молились, чтобы я получил Духа Святого. Не получал. И меня-то так тревожило, очень сильно тревожило. И вот однажды, я-то был в деревне, родители уехали куда-то на похороны, я остался один дома. И меня-то так встревожило, я встал на колени, открыл Деяния Святых Апостолов. Давайте вместе с вами откроем. Я думаю, вы знаете, где он находится? В Старом Завете, правда? Нет, он находится в Новом Завете. Вторая глава, пару всех его прочитаем. При наступлении Дня Пятьдесятницы, я вот встал на колени и молил, и вот прочитал вот это слово. При наступлении Дня Пятьдесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра. И наполнился весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнилось все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещеваться. Я вот прочитал и говорил, с Богом так разговаривал, говорю, Боже, ничего не поменялось. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Дай мне Духа Святого, я не могу так больше. Все мои друзья получили, один я остался. И долго я говорил, говорю, Боже, священное Писание говорит, что должны быть единодушны вместе. Я, говорю, с тобой един. И так вот просил у Бога, говорю, дай мне Духа Святого. И вдруг, внезапно, как какая-то пелена, как какой-то замок открылся, полились языки. Я так радовался, может, час-два молился, не помню сколько, но помню очень долго. Очень долго молился на языках. Потом приехали, да, слава Богу, приехали родители. Я им рассказал, за меня помолились, благословили. К друзьям приехал, говорю, слава Богу. Бог меня крестил Духом Святым. Ну, конечно, как Андрей Мазурок, вы должны знать его. Гитару взял, песню спели, как-то радовались тогда вместе. Вот. Окончил школу. Приехал в город Барановича на спасение. Заключил заведенную в 105 году. Повстречал одну, единственную, в которой я женился. Конечно, чуть-чуть поздно я женился, мне было 19 лет, когда я женился. Чтобы знал, что с такой девушкой можно жить, так хорошо, что я бы в 18 женился. Конечно, вызывает улыбку, но слава Богу. Много мы пережили, благословение. У нас пять детей. Двое внуков у нас уже есть. Третий в пути, немножко потом засвидетельствую. И вот. Ну, такая моя жизнь. И что хочу сказать. Хочу поделиться вот еще таким, порассуждать над Словом Божьим. Сдать каждому из вас такой вопрос. Живой ли Бог? Живой, правда? Он общается с тобой или со мной? Общается. Как он может общаться? Давайте посмотрим в Библии. Издревле. Как Бог общался с людьми? Первому человеку, как он общался? Приходил в прохладе дня. Так как приятно в прохладе дня, приходит Бог с Адамом общаться. Адам потом что-то не послушал себя голоса Божьего, стал прататься, решил с Богом в пратки играть. Не получилось. В дальнейшем Бог как еще говорил? С Моисеем говорил, в виде тернового куста. Кому-то говорил, через сновидения открывал какие-то. Вот мне нравится тем людям, которым Бог говорит что-то делать. Он дом молитвы строит. Такое откровение получает человек. И он строит, стоит в вере этом. Я просто восхищаюсь такими людьми. Возьмите вот Авраама. Сказал, иди принеси в жертву сына своего. Как это легко было. Вчера Бог ему обещал, говорил, я от себя произведу потомство. Проходит мало времени, Бог говорит, иди принеси в жертву сына своего. Насколько человек был, добирался голосу Божьему. Он слышал, знал этот голос. К чему я говорю? Вот на сегодняшний день, как Бог может говорить каждому из нас? Как Бог говорит мне? Как Бог говорит тебе, брат или сестра? Я немножко так порассуждаю, как Бог говорит. Я так подумал, ну как-то у меня отложилось такие вот три момента, как Бог может сказать тебе и мне. Это первое, через Слово Господне. Это истинный ответ от Бога. Это да и аминь, это даже не обсуждается. Вот я помню, сестра Оля рассказывала, что она вышла, утром проснулась и открылась один стих, она прочитала. И она поняла, что ее сын будет исцелен. Только один стих она прочитала. За что, благодарение Богу нашему. Очень много. Я когда получил Духа Святого, когда Бог меня крестил, и потом трошки, уже трошки как-то успокоился. Можно так сказать, я открыл Слово Божье. И знаете, что у меня открылось? У меня открылось. Не ослабевай, иди дальше, я благословлю тебя. Ой, я обратно взмолился. И я понял, что это не... Это Бог говорит в мою жизнь. Это так радостно. А как еще может Бог говорить? Вот через Слово можно говорить. Я вот второй момент выделяю. Это личное откровение. Мое и твое. Я о себе буду рассказать в примере. Не знаю, как Бог с вами общается. Я о себе скажу. Что тут начать, не знаю. Работал я, как-то у меня было свое дело, ИП открыто. И как-то получаю как-то откровение. Первый раз, когда я получил, вот расскажу откровение. Бог говорит, придешь домой вечером, этому человеку, вот сказал фамилию, имя, занеси энную сумму денег, дай ему. Но я как-то, ну, как тот Фома неверующий. Может, это не Бог, может, что-то. Я не дал. Конечно, стыдно говорить, но оно так. На второй день, это было в субботу, тоже работал. То же самое чувство у меня, такое откровение. Придешь домой, дай человеку денег. Ну, я как-то приехал домой, с женой сели, рассуждаю. Говорю, Бог сказал, вот, человеку дать энную сумму денег. А как я ему дам? Смотри, у него дом больше, чем у меня. Машина не одна, а две, и круче, чем мои. Чуть чего я бы не давать ему? Ну, как-то вот так вот рассуждал. Он говорит, ну, смотри, сам жена, говорит, тебе же Бог сказал. Пришли в воскресенье. Она вызывает улыбку, но это правда. Пришли в воскресенье на служение. Пошло прославление. Игорь Петрович выходит за кафедру и говорит, если Бог тебе сказал, иди сделай. Не смотри, что дом больше, чем у тебя. Не смотри, что машины круче, чем у тебя, ни одна, две. Моими же словами Бог сказал Игоря Петровича. Я, братья и сестры, плакал. Я там сидел, там мое место как бы. Я плакал, я не мог. Я приехал домой, отдал эти деньги. И приехал домой, и сидим с женой, рассуждаем, разговариваем. Вот так телефонный звонок. С Америки звонят, говорят, мы хотим вас благословить. В десять раз больше. Да, слава Богу. Как тот Фомане верующий, покуда не вложу, покуда не услышу. Второй я уже работал на Большой Грузии, еду. И такое самое откровение получаю. Приедешь домой, дай одной семье тоже, одной суммы денег. Но я же тоже не дал, человек, чего я бы давать. Второй раз еду, может, через неделю, или, может, больше. И Бог мне говорит, а почему ты не дал? Я тебе говорил, тебе была возможность дать, и ты не дал. И, может, минуту у меня как бы мост отключился, даже мысли не проскочило, что-то сказать Богу в ответ. И Бог обратно мне влаживает какую-то информацию, и говорит, вот точно так же люди предстанут предо мной. Не оправдается ни одна душа предо мной. Я плакал тоже. Я, конечно, отдал то, что Бог мне сказал. Но это, братья и сестры, не я, это Господь. Я не возвышаю себя, потому что, что я человек пред Богом? Я всего лишь орудия. Сказал Бог, я отдал. Светится вам, что Бог живой. Что Бог может договорить напрямую, в сердце влагаться информацию, в сердце откровения получать. Последнюю... Со мной много Бог говорит какое-то, что-то из последних я скажу. У меня работа хорошо оплачиваемая, я не жалуюсь. И вот как-то, помимо работы, у меня есть еще одна подработка, как бы я так загорелся с этой подработкой. Думаю, о, слава Богу, там нужно еще среднюю зарплату по городу иметь дополнительный полюс к этой работе. И Бог мне вот буквально, может, неделю, я еще был в рейсе, возвращался, и Бог говорит, приедешь, оставь это, оно мешает твоему служению. Я сказал, хорошо, Боже, не буду испытывать тебя больше, потому что напрасно. Нет смысла бороться с Богом. Вот. Как еще может Бог общаться с человеком? Через пророчество. Я сейчас покажу. На своем личном примере, как Бог общается с человеком через пророка. Вот когда-то в девяносто, может, в восьмом году, может, в девяносто девятом, я своей женой, у нас уже было двое детей или трое, нет, в 2001 году, мы хотели уехать в Америку, у нас были все документы на руках, все полностью документы, мы, даже дом предварительно, нас уже люди забирали, и на самолет заказаны предварительно билеты, и приехал папа ко мне, говорит, поехали в магазин, поехали. Приехали в магазин, мы что-то стоим, мы возле магазина, в машине сидим, идет пророк, я говорю, папа, смотри, пророк идет. Говорит, давай позовем машину, помолимся, ну давай. Идет слово, короткое слово, очень короткое слово, на папу, ты уедешь, а ты нужен здесь, ты не уедешь, на меня. Ну, как-то вышел пророк, и папа говорит, Виталик, это все должно наоборот, я пастор, я нужен здесь, он мне пастор, папа был, а ты все, все полностью, все слаживается, ты уедешь. Ну, как-то так порассуждали, проходит очень малое время, очень малое время, уже неделя-две, мы как-то слаживаются обстоятельства, какие-то есть препятствия, мы не уезжаем, проходит буквально, можно лет пять, папа моего уезжает, потом звонит мне, говорит, Виталик, помнишь пророчество? Говорю, помню, это было. И вот, когда началось, когда Бог зажег молодежь, Духом Святым, кто хотел из взрослых, тот тоже зажегся, я в том числе, кто хотел найти изъяну, тот, я думаю, что он нашел изъяну. И вот я стоял, молился, я молюсь за всех детей, постоянно, я молился за Кирилла с Настей, вы знаете все их, я говорю, Боже, они уже три года, наверное, в браке, у них нет детей, я так стоял, говорю, дай Боже им детей. Долго молился, просил, вопрошал Бога, и вдруг проходит ко мне пророк, по плечу так хлопает, я даже испугался, неожиданно я как-то молился, и говорит, зачнет и родит. и проходит, проходит, может, месяц, приезжает Настя с Кириллом, сообщает нам эту радостную весть, что они ждут ребенка, слава Богу, наш Бог живой, правда? Вот, слава Богу. А что делать, если не слышишь человека, если Бог не слышит Бога, вот что делать? Это как приемник, надо какие-то действия предпринять. Да, вот если приемник стоит, допустим, радио, если действий никаких не принять, услышим ли мы его? Нет, надо включить, настроить волну какую-то там, найти то, что нам надо, и тогда мы услышим голос Божий. Если мы посещаем все служения, мы активны в церкви, мы в мире с Богом, в мире с церковью, в мире с каждым из нас, мы обязаны слышать голос Божий. Вот, ну вот мы такое кроткое свидетельство, пусть Бог благословит каждого из нас, слышать, а, еще не все рассказал. Было слово одному человеку, это очень знакомо, не буду назвать фамилией, это я яркий свидетель, не делай этого, вот, дочь, сейчас пророчество сказано, оставь это, это не нужно тебе. Он не оставил, раз, второй раз Бог ему сказал, оставь, не нужно это тебе делать. И потом он говорит, ну, последний раз, два часа дня, да, смотрят на часы, два часа дня, вот, я это сделаю, больше Божьего не буду. Ровно два часа дня, сын его самый меньший, ровно два часа, подпаливает бошку из-под бензина, два месяца в больнице, и вот, это, я был в больнице, и, насколько надо доверять голосу Божьему, если мы будем доверять, мы будем жить благословенно, и мы будем слышать голос Божий, и Бог отвечает на наши молитвы. Да благословит вас всех Господь. Конечно, дома пробыл, казалось, больше получится по времени, но до сего места помог нам Господь. Слава Ему за все. Аминь. Ты и так лишнее время забрал. Давайте мы поднимемся. Его папа уже в вечности. Сколько лет папа пастором пробыл? Более 20 лет. Более 20 лет он пробыл пастором в той же деревне. Господь его уже позвал домой. И, знаете, если благословенно, то благословенно и дерево, и листья, и плоды, и корни. Правда? Я хочу помолиться. Вот.